И сегодня мы расскажем, как увеличить полезную площадь на 20% И сделать уйму мест для хранения вещей Плюс расширили пространство кухни и добавили постирочную зону отдельную И выдвижная система хранения, которая очень удобная Мы придумали очень хорошее решение Это хранение владельной доски У нас разделена гардеробная на две зоны В принципе, мы вообще забыли, что такое раскладывать и сушить вещи InMyRoom – это маркетплейс красивой мебели InMyRoom, привет! Заходите в гости, рада вас видеть Меня зовут Татьяна Архипова, дизайнер интерьеров Меня зовут Василий, я занимаюсь цифровизацией нефтегазовых компаний И сегодня мы расскажем, как увеличить полезную площадь на 20% И сделать уйму мест для хранения вещей Мы находимся недалеко от МГУ Проживаем в этой квартире мы с женой и с собакой И здесь две комнаты жилые Общая площадь квартиры 53,5 метра Высота потолка 2,80 метра Это дом 2012 года постройки, индивидуальной серии Здесь был ремонт от застройщика Жил здесь одинокий парень Было все довольно-таки своеобразно и очень темно У нас была цель сделать очень, скажем, умную квартиру И довольно-таки светлую Для того, чтобы не было перед глазами каких-то вещей и хлама И было много мест, где можно провести совместное время с женой И мы добавили места хранения У нас добавилось две гардеробные Плюс расширили пространство кухни И добавили постирочную зону отдельную И санузел стал просторным Мне повезло, заказчики оказались смелыми ребятами Не боящиеся цвета И основная задача наша была сделать Применить в интерьере теплое дерево С общим светлым фоном Но при этом не исключая яркие акценты Так как у нас есть собака Мы делали также акцент на практичности Практичности отделочных материалов Пола, стен Чтобы можно было это все спокойно мыть Ну и не надо было бы реставрировать каждый день И давайте теперь покажем вам результат работы Как нам все это удалось реализовать? Это кухня Изначально здесь был остров Вот здесь, в этом месте находилась барная стойка Над ней был какой-то космический козырек С подсветкой лампочек И вот она была Г-образная И вот так вот размещалась Мы за счет коридора добавили вот эту колонку И выдвижная система хранения Которая очень удобная Здесь можно хранить каши, разные продукты Все видно сразу То есть открываешь, у тебя все на виду Легко выдвигается Она состоит из двух частей Здесь у нас скрытый холодильник И так как она у нас в ниши Мы не съедаем полезной площади И кухня остается просторной Дальше у нас была запланирована магнитно-меловая стена Так же, как можно здесь писать мело Можно оставлять какие-то записочки Еще там какие-то пожелания Фишка этой стены в том, что мы ее сделали заподлицо с керамогранитом Который опоясывает нашу кухню И как было достигнуто? При помощи того, что мы сначала выкладывали керамогранит А потом уже наращивали слой штукатурный Уже под покраску готовили Сначала наносится магнитная краска Потом уже грифельная меловая Внизу была специально запланирована плитка Потому что здесь проживает собака И она кушает, бывает, не очень аккуратно И для того, чтобы было удобно это все в эксплуатации чистить Договорились, что будет внизу плитка Но она будет в цвет стены И также она идет заподлицо вровень с частью покраски И как бы не бросается в глаза, не выделяется При этом мыть ее гораздо удобнее, чем вот эту поверхность Кстати, мы сэкономили место на кухне Как раз благодаря тому коридору, который огибал гостиную И таким аппендиксом заходил в кухню Мы его сократили и вставили сюда, в эту нишу Холодильник с системой хранения О которой говорилось ранее Кухня здесь необычная В плане, что у самого дома конструктив идет колонны Выступающие, вот такие элементы И из-за этого с первого взгляда можно подумать Что здесь не разместишь кухню Потому что мешается и как-то неудобно Но мы вышли из положения при помощи расширенной столешницы Которая нестандартной глубины Она не 60, как обычно А 60 плюс толщина вот этой колонны Как раз там получается она глубиной 80 А все ящики и вот всю эту в общем стандартную систему хранения Мы просто получается на эту глубину выдвинули То же самое у нас эти же колонны прошли внутри шкафа Сама столешница решена из искусственного камня А фартук уже из керамогранита В похожем рисунком подобранным Здесь на фасадах были применены скрытые ручки Интегрированные, их не видно Получается удобно брать, удобно открывать И они спрятаны То же самое в верхних ящиках есть скрытые ручки То есть мы не трогаем пальцами, это не пуши Не надо давить и пачкать лишний раз фасад жирной рукой Здесь есть специально встроенные интегрированные ручки Открываешь, все удобно Также хотелось сказать про подсветку фасада Здесь была запланирована такая ниша Которую можно решить двумя способами Например, выстроить из ГКЛ И там уже встроить светодиод Либо если у вас натяжные потолки То у них всегда есть стандартное решение подсветок Они уже сами делают такие ниши По хранению здесь много шкафов было запланировано Они достаточно высокие То есть вот у нас открываются до потолка И сразу все видно Здесь большая сушка над раковиной Внизу у нас с края идет посудомойка Дальше ведро, хранение И здесь уже выдвижной специальный ящик под вилки-ложки То есть ящик получается в ящике скрытого хранения Чтобы у нас фасад был цельный И вот это место, которое у нас получилось под столешницей Оно не пропадает Там хранятся вещи, которые реже используются или применяются Допустим, какие-то комбайны или еще что-то Здесь также был запланирован выдвижной ящик Надо учесть то, что у нас здесь отопление И вот этот отступ глухой, получается, фасад Надо было запланировать Обязательно не забыть И когда вы работаете с кухонной компанией Надо у них эти моменты проверять Потому что они часто забываются То же самое вот здесь у нас Специально заложены вертикали Которые отступают фасад от стены Таким образом он меньше бьется И это нам позволило положить сюда керамогранит Иначе бы у нас не открывалась дверка И так как у нас квартира с замечательным видом на МГУ Все окна были использованы для созерцания вообще уличного пейзажа И на кухне мы тоже было предложено сделать сидячую зону у окна То есть есть у нас зона для завтраков Есть как бы уже основная для посиделок Более каких-то уютных ужинов, например А здесь можно и работать, и завтракать Это тоже такое функциональное место Запланированы здесь комфортные стулья Чтобы можно было долго сидеть То есть это прямо кусок слэба Где вот эти прожилки были залиты смолой Специально прозрачные Ну так с хозяевами были согласованы И ее вот этот край, что акцентировалось обязательно Он должен быть такой живой, скошенный Что это вот у нас идет работа на контрасте Вот эта каменная поверхность И на нее наезжает уже такая живая деревянная поверхность Вот так она специально Здесь была проблема узлов примыкания То есть стык как столешница примыкает к рабочей поверхности кухни Это непросто было решить И поэтому здесь специально на этом идет противостояние Что мы наезжаем на эту столешницу Вот таким вот специально неровным живым краем И плюс для отопления были продуманы прорези Чтобы теплый воздух проходил к окну И было комфортно здесь находиться Хранения здесь действительно много И опять же, чтобы освободить место под хранение Мы вынесли технику из-под варочной поверхности Из-под рабочей зоны в отдельную колонну Также обеденная зона, где можно устроить уютные посиделки В обычной жизни здесь стоит стол на три стула Если мы его раскрываем, то уже помещается здесь пять человек Плюс еще два может разместиться за барной стойкой И еще у нас может присесть человек сзади И большая компания здесь легко помещается Что для молодой семьи тоже очень удобно Потому что гости собираются часто Кстати, похожие предметы, стол и стулья Можно найти на Marketplace InMyRoom Еще я хотела рассказать про вот этот портал Который добавляет графику в наш интерьер И там была долгая история Изначально здесь планировались распашные стеклянные дверцы Чтобы кухня все-таки была изолирована Были большие споры у хозяев Но в итоге пришли к такому решению с рейками И для того, чтобы выделить вход в зону кухни Здесь идет по периметру портала черная полоса В том числе и отбивка пола керамогранита от паркета То есть мы в такой портал попадаем уже в кухню Здесь в этой квартире были применены натяжные потолки И что я хотела обязательно заострить внимание Когда делаются натяжные потолки Нужно делать теневое примыкание к стене То есть не через резинку стык потолка С поверхностью стены А через специальный зазор Который как бы создает тень И таким образом стык потолка со стеной Получается очень аккуратный И хорошо выглядит Плюс благодаря этой системе с рейками Мы разделили полотно на две части У нас есть зона гостиной и кухонная зона И чтобы было проще в исполнении для натяжных потолков На кухне было запланировано 4 сценария освещения Есть яркое фоновое освещение Есть яркая подсветка зоны рабочей поверхности И подсветка фасада Она не только сделана для того, чтобы подсвечивать фасад А также для сценария более интимного освещения В вечернее время можно обедать при свечах С неяркой подсветкой как раз фасадов Или есть также у нас подсветка в полубарной зоне Здесь специально наставлено неяркое освещение лампочек Тоже можно уютно вечером сидеть и наблюдать за видом Перейдем на гостиную Здесь у нас рабочее пространство Которое мы создали для работы, для хобби жены и для меня Здесь у нас зона для шитья В верхней части у нас хранится техника жены Оверлок, швейная машина Снизу всякий мелкий инструмент и ткани А здесь мы придумали очень хорошее решение Это хранение владельной доски Для того, чтобы можно было как в быту использовать Так и как инструмент для создания хорошей одежды Свет тоже так же был продуман То есть он поделен на две зоны Для того, чтобы можно было либо полностью включать Для какой-то мелкой работы Либо же какую-то часть Либо левую, либо правую Справа же это моя часть, где хранится в основном документы И какие-то личные вещи Кстати, отдельный совет Если будете проектировать так же расположение гладильной доски Сделайте его справа Потому что в основном люди у нас правшие И удобнее гладить правой рукой, а не левой Особое внимание мы уделили полу Нам нужно было сохранить идею натурального дерева Но при этом, чтобы он еще был антивандальный Так как у нас есть собака И мы остановили выбор на ламинате Который сделан как, по сути дела, как шпонированная доска Это ламинат, где сверху слоем идет шпон дуба Ну и приклеили его для того, чтобы он дольше служил и не скрипел Изначальная комната могла бы быть просто белая Но это бы выглядело очень грустно И мы сделали совместно с дизайнером такие акцентные вещи Здесь это синий цвет Синий цвет как на двери Синий цвет на выключателях, на рамках выключателей Сейчас, мне кажется, уже такие не найти Но очень классно получилось, когда есть такие акценты в рамках белой комнаты Перейдем к самому интересному Это мягкая зона Мы очень долго выбирали диван И также получилось доработать его с помощью производителя И сделать такой вот столик, где можно и хранить вещи Например, пульта телевизора Так и ужинать перед телевизором Либо работать Как вы, наверное, заметили, у нас очень много зон для кайфа И поэтому мы сделали большое также внимание на выбор телевизора и тумбы Здесь мы сделали такую мультимедийную зону Где у нас есть большой телевизор, который заменяет кинотеатр Есть хорошая акустика Ну и также всякие различные приставки Которые можно спокойно спрятать в тумбу И при этом у нас не торчат провода Потому что на этапе проектирования и ремонта Все HDMI кабеля были спрятаны в стену А теперь мы заходим в спальню Которая такая же яркая, как и вся квартира И к нам присоединяется Яна, супруга Василия Всем привет! Меня зовут Яна И хочу рассказать подробнее о том, какая классная спальня у нас получилась Вместе с Татьяной в нашей прекрасной квартире и ремонте Спальню мы хотели сделать в более спокойных, живых и природных тонах Для того, чтобы место нашего совместного уединения с Василием Было спокойным и приятным Спальня у нас выглядит достаточно компактной Но при этом очень вместительной и емкой Хочу обратить внимание на наше интересное решение Гардеробной Татьяна подробнее сейчас расскажет по поводу яркой стены Эту яркую стену мы запланировали не просто так Здесь за ней у нас спрятана гардеробная комната Очень просторная Но я на самом деле хотела рассказать сейчас про решение Как сделать такую графику на стене То есть на самом деле это в общем-то несложный прием Здесь мы брали прямые молдинги И соответственно выкладывали уже в таком рисунке Только здесь надо отслеживать, чтобы хорошо попало все на скрытую дверь То есть вот эти вот швы, все это мы изначально прорисовывали И получается вот у нас яркая стена Никогда не подумаешь, что там гардероб И выдает только ручка Дальше Яна может показать, какая получилась там гардеробная Гардеробная получилась очень вместительная У нас разделена гардеробная на две зоны Есть зона моя, женская одежда И 50% гардеробной посвящено одежде Василия Гардеробная достаточно емкая, компактная Но при этом мы все убираемся с нашими вещами очень хорошо Кровать, кроме того, что она безумно удобная Еще и очень функциональная Она открывается и внутри мы храним здесь Наше яркое, классное, любимое постельное белье Также здесь в этой комнате была колонна Очередной конструктив сложности, с которыми мы столкнулись Как его решить, этот выступающий угол И мы решили сделать еще один скрытый шкаф хранения Который, как входишь, незаметный Но при этом там много всего помещается В спальне было запланировано 4 сценария освещения Помимо основной центральной люстры Есть еще трековая система с подсветкой Которую настраиваем И хозяева хотели, чтобы она была разделена на две части Левую и правую, чтобы в зависимости от нужд Там можно было включать И также у нас есть подсветка штор Благодаря которой в вечернее время Можно создавать более интимное освещение Мягкое и располагающее ко сну Подписывайтесь на все площадки, где есть InMyRoom Там можно найти много интересных решений для вашего ремонта А если вы хотите стать следующим участником Рум-тура с InMyRoom Пишите на эту почту Хотела сказать про выключатели В процессе проектирования Мы обсуждали с ребятами Надо ли делать проходные выключатели, когда ложишься И можно сразу выключить основной свет Любой свет Но было решено, что комната маленькая И несложно будет встать, выключить Но сейчас, когда немножко пожили Стало ясно, что все-таки надо было А теперь я хочу рассказать про наш прекрасный, светлый и уютный балкон Когда мы приобретали квартиру, вместо нашего балкона была достаточно узкая дверь Которая давала очень мало света для этой спальни Татьяна предложила классное решение Расширить балкон, поставить здесь две двери Тем самым наша спальня приобрела гораздо больше света, чем здесь было первоначально Двери здесь также функциональные И открываются, создавая большее пространство для спальни в целом Что касается самого балкона Все мы знаем и помним эти советские Перегруженные бабушкиным хламом балконы И нам очень хотелось сделать так, чтобы балкон был чистый Просторный, белый, для того, чтобы проводить время и наслаждаться прекрасным видом из наших окон Нам приносило удовольствие Здесь мы разместили журнальный столик А также пуфик для того, чтобы можно было всегда в свободное время присесть Полистать журнальчик, посмотреть в окно, подумать о чем-то прекрасном И провести свое свободное время Мы находимся в прихожей Которая изначально была в этой же конфигурации ширине То есть мы не расширяли Но когда заходишь, была дверь сразу на вход в спальню Мы эту дверь проем убрали И вход сделали в спальню со стороны гостиной Заложили здесь проем, который ввел сразу в спальню И благодаря этому нам удалось организовать гардеробную в спальне И приобрести вместительную гардеробную при входе Где размещается уличная одежда Здесь все получилось вместительно И обувь, и одежда вся помещается Была сложность, то, что здесь стена от застройщика Такими ступеньками идет Что, в общем, нестандартная И сложность была именно с входной дверью Потому что у нее половина была на пилоне Половина там зависала И мы эту стену нарастили Вот до этого уровня Ровно до закрывания гардеробного шкафа Для того, чтобы идти не в глухой простенок, а на парад Здесь организована минимальная консоль Куда можно положить ключи и какую-то мелочь И постер Также есть небольшая корзинка для мелочей Коридор был разделен на две зоны Прихожую и коридорную При помощи яркого портала Цвет, синий, вот этот яркий, ультрамариновый Поддерживается в гостиной Дверю и предметами интерьера В всей квартире проходит графика черно-белая То есть, несмотря на белые и светлые стены У нас есть завершающие элементы Как черный плинтус, черные порталы, черные рейки Черные аксессуары и светильники Это добавляет акцентности, яркости и графичности интерьеру И он перестает быть скучным Так как изначально стояла задача Максимальное количество мест хранения И даже здесь у нас появился шкаф Который изначально планировался сделать до потолка Но в итоге в процессе стройки Уже решили все-таки сделать небольшой комод Чего стало даже легче это пространство восприниматься Изначально был длинный коридор и очень маленькие санузлы раздельные В общей массе санузел плюс ванна были всего 4 метра Так как коридор имел загиб в ту сторону кухни Мы его присоединили к санузлу Таким образом, увеличив пространство санузла Ровно в два раза, стал он теперь 8 метров И у нас туда поместилась даже постирочная зона Об этом мы расскажем дальше Так, ну вот мы перешли в санузел Так как наша главная идея была это сделать много мест для хранения Здесь у нас встроенный шкаф Получается, что снизу у нас хранится для уборки дома А сверху уже непосредственно вещи, личный гигиен Здесь у нас удобно устроена раковина Как раз уже с зубными принадлежностями И также местом хранения тумба При этом была идея сделать рейки шпонированные Идея очень классная Но главное, чтобы эти рейки были качественно сделаны Потому что из-за перепадов температур бывает, что шпон отходит от самой конструкции Поэтому совет, если хотите установить рейки в ванной комнате Первое, это чтобы был хороший производитель И второе, чтобы точно это покрыть их еще сверху лаком Можно попросить это сделать на производстве Тогда это все будет очень долго служить Ну, либо ставить альтернативу в виде алюминиевых рейек Здесь у нас получаются унитазы Также места для хранения в виде подвесного шкафа Подвесном шкафу у нас также средства для уборки Перейдем к стене Она покрашена водоотталкивающей краской Мы, конечно, боялись, что у нас есть собака И постоянно там она будет стираться Но на самом деле уже столько времени прошло Она как новая и спокойно моется Пол у нас из керамогранита Полностью подогреваемый Еще было классное решение Это поставить умные датчики, которые работают с телефона И поэтому у нас поставлен режим По всей квартире карты у нас нет Там мы на работе, то полы отключаются А утром и вечером они включаются Здесь у нас ванная зона Когда мы ее проектировали вместе с дизайнером Главное посылу бы в том, что можно было здесь плескаться Не было никаких шторок И не было протечек При этом это нестандартное решение Обычно такие получаются Заграждения идут немного меньше Но тут из-за того, что жена захотела Мы сделали их более увеличенные Ванная выглядит как парящая Но в принципе это так же и удобно Что не приходится запинаться Можно спокойно помыть собаку, детей И это очень классно В части цветового решения Здесь мы сделали акцент в виде панно То есть такая сборная картина Из керамической плитки Также было пожелание Сделать тропический душ Перейдем в постирочную зону Здесь у нас хранится пылесос Подвесной пылесос Под шваброй электрической Также очень классное решение Это поставить стиральную машину Вместе с сушильной машиной В принципе мы вообще забыли Что такое раскладывать И сушить вещи Где-то в комнате Все выполнено так же шкафами То есть здесь у нас хранятся Там хранятся чистые вещи Здесь у нас могут храниться Грязные вещи Вот такой довольно-таки узкий шкаф Ну и сами коммуникации В части коммуникации У нас поставлен проточный водонагреватель Мы очень довольны Нет никакой громоздкой Нет никакого громоздкого там оборудования В принципе он со своими задачами справляется Здесь у нас сделан натяжной потолок И также три зоны освещения Первая зона такая маленькая Чисто освещает путь до туалета Следующая это непосредственно ванная Ну и отдельный свет выведен в постирочную Чтобы можно было там включить направленный свет Для перебора одежды Наш выпуск подошел к концу Спасибо, что досмотрели его до конца И были с нами А если остались какие-то вопросы Пишите в комментариях ниже Мы на все постараемся ответить Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!